Приветствую вас, знаете, многие люди не любят такой подход, который я сейчас предложу вам, вот, многие люди не любят, многие люди считают, что это немножко такая оторванная от вопроса человека, парадигма, особенно если этот человек потратил определенные деньги на то, чтобы задать вопрос, вот, но мне кажется, что в вашем случае очень важно обратить внимание на данные аспекты, потому что это, вообще-то говоря, напрямую влияет на то, как вы, например, будете выстраивать отношения с людьми в дальнейшем, в том числе, смотрите, есть два момента, первый момент, то, что вы стали объектом манипуляции, и это всегда определенная жертвенность в поведении, это всегда определенная жертвенность по отношению к тому, кто манипулирует, а манипулятор может манипулировать только тем, кто это позволяет, позволяет, и человек позволяет всегда манипулировать собой по совершенно разнообразным причинам, совершенно разнообразным мотивам, иногда даже не осознавая, иногда даже не понимая этого, что он это делает, понимаете, такая штука, вот, поэтому, если вы когда-то стали жертвой манипуляции, то вам необходимо понять, как вы стали, как это стало возможным, именно с вашей точки зрения, именно с вашей позиции, вот, нет ли здесь какой-то вторичной выгоды, вы говорили, что, чувствовали, что что-то не так, но продолжали свои чувства игнорировать, вот, данное утверждение сомнительно, поскольку, поскольку человек всегда может его анализировать, человек всегда может от него, как бы, отказаться, сказать, что нет, у меня там были обстоятельства, я был неопытный, вот, как в вашем случае, я была молода, и, соответственно, что вы вообще от меня хотите, вот, сейчас, сейчас, вот, сейчас, сейчас, я вот, уже, набралась опыта, и сейчас я уже все знаю, как и чего, но, тем не менее, все равно, общайтесь с этим человеком, несмотря на всю боль, который нам причинил, все равно вы считаете для себя возможным обращаться к этому человеку за информацией, и здесь я вас полностью поддерживаю, но, при этом, вы говорите о том, что те болезненные истории, которые у вас случились не ранее, они причиняют вам до сих пор боль, то есть, они не завершены, то есть, вы по-преднему обидены на человека за это, у вас по-преднему есть на нее за это злость, при том, что вы сами ответственны за то, что так произошло, и вы сами не хотите брать эту ответственность на себя, вы сами не желаете признать того факта, что именно вы стали причиной того, что с вами произошло, это не было насилием, это не было принуждением, понимаете, вы просто делали, делали что-то, чего вы не хотели, если бы вы делали что-то, что вы хотели, у вас бы не было таких проблем, у вас бы не было такой истории, когда нет факта манипуляции в том, когда люди делают то, что они хотят. Это очень простая истина, мне кажется. Вот. И отсюда прямо вытекает следующая позиция, которая заключается в том, что вы в конце своего вопроса ведете речь о доверии. Мол, типа, как мне сделать так, чтобы вот я не обожглась опять, как мне сделать так, чтобы мне, а вот я сейчас даже засчитаю. Значит, как вы думаете, какую позицию можно занять, чтобы не раниться в этом общении, вот, да, не раниться в этом общении. Речь идет о доверии. То есть, понятно, что вы человеку не доверяете. И опять же, и опять же, если я сейчас скажу, что доверять можно абсолютно всем людям одинаково, абсолютно независимо от того, кто кем является, кто кем является, и как и что, то вы, наверное, со мной не согласитесь. Потому что в вашем понимании доверие, наверное, это то, что очень сильно зависит от другого человека. А в моем понимании доверие, это то, что очень сильно зависит от меня самого. Не от боли, с кем я общаюсь, от меня самого. Потому что, эээ, вот что значит не раниться, да, вот что значит не раниться? Это значит, что мне не причинили боль. Но как мне могут причинить боль? Боль мне могут причинить только, если воспользоваться тем, что я скажу, воспользоваться в негативном для меня ключе. Но если кто-то может воспользоваться тем, что я говорю в негативном для меня ключе, значит я сам это не принимаю. Значит я сам считаю, что то, что я сказал является вредным, является неправильным, является постыдным, является глупым, является ужасным. И человек просто реализовывает своими действиями то, что я сам думаю о сказанном собеседнику. Так не лучше ли, раз и навсегда, определить свое отношение к тому, что я говорю другим людям? Но если я, например, в чем-то не уверен, если я что-то считаю для себя вредным, если я что-то считаю для себя негативным, хотя бы где-то, хотя бы чуть-чуть, то может быть имеет смысл не говорить человеку об этом. Не давать ему соблазну, не важно кому, воспользоваться. Воспользоваться этим, чтобы иметь надо мной какую-то власть. Понимаете? Ну почему-то же мы не говорим, например, людям незнакомым, где у нас летит кошелек. Почему-то мы же не говорим людям незнакомым пароль от нашего телефона, если у меня он есть пароль, я имею ввиду. Мы же почему-то об этом не говорим. Мы просто не говорим то, что прямо может нам навредить. Так почему вы, почему бы вам не сформулировать для себя то, что вы говорите и то, в чем вы уверены, и не говорить того, в чем вы не уверены. И все. И вот степень доверия к людям зависит от соотношения того, в чем я уверен и того, в чем я не уверен. И если очень много того, в чем я не уверен, то с людьми общение у меня выстраивать, конечно же, не получится. Потому что я буду очень закрытым, я буду очень боязливым, я буду очень робким и так далее. Понимаете, какая штука. Вот я предлагаю вам в каком ключе на эту историю посмотреть. Понятно, что вы можете со мной не соглашаться. Понятно, что вы можете сказать, что мой ответ вообще не в тему. Но именно так я вижу проблему. Я вижу проблему А. Непринятие личной ответственности за те действия, которые были совершены вами в прошлом и переносе этой ответственности на другого человека. И как бы требование от него, что она не должна была манипулировать. Она не должна была делать всего того, что она сделала. Но она сделала. И она сделала это все только потому, что она так хотела. Это был ее выбор. А вот вы свой выбор не сделаете. И не делайте вы его сейчас. По-прежнему обижаюсь и испытываю негативные эмоции за те события, которые произошли. Они не были бы возможны без вас. Не были бы. И вы, коль так поступили, что они произошли, преследовали определенные цели. Какие цели? Это нужно разобрать. Я надеюсь, что ответил вам на вопросы, до которых вы задаете. Обратите внимание на то, что вы снова ведете себя как жертва. Я не хотел, но мне пришлось. Говоря. Про. То, что вам пришлось. Вам пришлось обратиться к этому человеку. За помощью. Вот когда люди говорят, мне пришлось. Это очень жертва моя позиция. Я не хотел, но мне пришлось. Меня забавили обстоятельства. Я без воли. Знаете. Но вы если считаете, что только этот человек может вам помочь, то вы так и скажите, что несмотря на негатив в прошлом, я решила вновь обратиться к этому человеку. Не пришлось, а решила. Возьмите на себя ответственность за свои действия. И вот тогда манипуляции по отношению к вам будут невозможны. Точнее, кто-то может быть и будет вами манипулировать. Но только потому, что вы этого хотите. А является ли манипуляцией в том, чтобы человек сделал желаемое, это уже решат вам вопрос больше этики и морали. На этом все. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. А я вам желаю своего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация ваша разрешится самым лучшим образом.